Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Барнаул опять в смоге. В чем причина явления? И опасно ли оно для людей? Город Барнаул, по информации нашего Росгидромета, за 18-й год попал в 20-ку городов. Виновный себя не считает. Суд вынес приговор депутату АКЗС Ирине Тепловой. Все, моя девочка, все, моя дача. Алтайский врач-диетолог может стать мисс ветеринарией страны. 17 жилых домов утром остались без отопления и горячей воды. Ограничения коснулись жилых объектов по улице Микронная, Антона Петрова, проспекта Коммунаров. Правда, энергетики обещают, что только до середины дня. До этого времени специалисты Барнаульской теплосетевой компании планируют заменить несколько метров трубопровода. Тепло и воду обещали вернуть к 3 часам дня. К 4 годам условные штрафы в миллион рублей приговорил суд депутату АКЗС Ирину Теплову. Ее обвинили в пособничестве при растрате. Уголовное дело рассматривалось в Бийском городском суде в течение полутора лет. Обвиняемых по уголовному делу трое. Бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году, директор научно-производственного концерна «Алтай» Ирина Теплова и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора. По версии обвинения, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам проводили как дополнительные, выполняющиеся на предприятиях субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Общая сумма ущерба составила более 115 миллионов рублей. Что касается Александра Жаркова, то в связи с его смертью уголовное дело было прекращено. Следием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимым наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Отметим, что Ирина Теплова с обвинительным приговором не согласна. Она намерена подавать апелляцию. В случае, если вина будет доказана, Теплова будет досрочно лишена депутатских полномочий. Барнаул вновь окутал смог. Это уже одно из привычных украшений местной зимы. В чем причина, насколько он вреден и как помочь экологии Барнаула? Смотрим. Выхлопной газ, дым из труб, частных домов и котельных. Вот главные причины пелены, которые зимой нависают над городом. В безветренную морозную погоду смог держаться неделями. И, конечно, это влияет на здоровье. Всемирная организация здравоохранения четко уже определила, что 40% смертей, вызываемых во всем мире, обусловлены тем, что чем человек дышит, как раз, в первую очередь, это воздух, затем вода и продукты питания. Сердечно-сосудистые и нервные системы, легкие, почки – все это страдает от барнаульского воздуха. Проблему, по мнению ученых, нужно решать комплексно. Самим не жечь мусор, увеличить количество зеленых зон и поменять вид топлива в котельных, частных домах, предприятиях. Мой взгляд, что нужно делать, понятно, перевод на газообразное топливо, на автотранспорт в том числе, потому что сейчас эта работа ведется на государственном уровне и приветствуется. Но недостаточно здорово, надо бы интенсивнее это все проводить. За последние годы с постепенным переходом на природный газ только частного сектора воздух города стал заметно лучше. Ученые уверены, что если продолжить в том же духе, столица края покинет список городов с самым грязным воздухом. Андрей Дриер, Андрей Печоркин, День с толком. В Барнауле завершилось голосование за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Свой голос отдали 50,5 тысяч человек. Судя по данным на сайте мэрии, выбор большинства пал на парк Изумрудный, 17% голосов. На втором месте с минимальным отрывом Мизюлинская роща. На третьем зеленая зона на пересечении улиц Усково-Взлетная. За эту тройку была настоящая борьба, так как следующий пункт, сквер Победы по улице Новосибирской, набрал неполных 10%. А самая большая зеленая территория, парк Юбилейный, в аутсайдерах почти 4% голосов. Кстати, в телеграм-каналах уже обсуждают итоги, приводят статистику голосования и склоняются к тому, что массовые вбросы за кандидатов все-таки были. А другие, наоборот, подчеркивают, что проголосовать у них, как и у нас, кстати, не получилось вообще. Администрация города официальные итоги голосования еще не комментировала. На Алтае снизили прожиточный минимум. Сумму устанавливает правительство региона. В третьем квартале этот показатель в крае составил 10 тысяч 50 рублей. Это на 144 рубля меньше, чем в предыдущем периоде. Чиновники пояснили понижение тем, что подешевели овощи и фрукты. Как пояснили в Центробанке, в Алтайском крае инфляция ниже, чем в среднем по стране, а цены на большую часть товаров и услуг меньше среднероссийских показателей. Правда, одними из самых низких в России остаются и алтайские зарплаты. Водителям Барнаула вручили письма машинистов, которые когда-то совершили наезд на человека или автомобиль. В послании просьба не нарушать правила дорожного движения. В РЖД накануне провели такую акцию совместно с сотрудниками ГИБДД. В каждом письме переживания, которые после аварии мучают машинистов всю жизнь. Послание раздают волонтеры, специалисты путевого хозяйства и сотрудники ГИБДД. В этом году на железной дороге края произошло уже 8 столкновений автомобиля с поездом. По счастливой случайности никто не погиб, но три человека сильно пострадали. В РЖД делают все возможное, чтобы не допускать таких случаев. На 23 железнодорожных переездах оборудованы устройства видеофиксации нарушений. По результатам работы за 11 месяцев в органы ГИБДД направлено 96 обращений о привлечении к ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Также для безопасности водителей в крае 46 переездов оборудовали усиленными звуковыми сигналами, которые предупреждают о приближении поезда. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям. Не выезжайте на переезд, если на светофоре уже появился запрещающий сигнал, даже если еще открыт шлагбаум. Поезд внезапно остановить невозможно. Невозможно, потому что тормозной путь поезда почти 800 метров. А ведь иногда до столкновения остается всего лишь несколько метров. В РЖД напоминают, нарушая правила, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Жительница Алтайского края может получить титул Мисс Ветеринария. От привычных конкурсов с приставкой Мисс этот конкурс отличается тем, что в нем оценивается не длина ног, а уровень интеллекта и профессиональный опыт врача. И сейчас ветеринару из Барнаула очень нужна поддержка. Все, моя девочка, все, мой зайчик. Шерстка в порядке, хвост пистолетом. Рацион Беляшика под контролем ветеринарного врача-диетолога. Для кошек и собак Ольга Косинова самый добрый доктор. Уколы не ставит, не оперирует. Ее задача подобрать питомцу питание, помочь ему похудеть, вылечить аллергию, а значит и продлить хвостатому жизнь. Врач должен не только правильно поставить диагноз, назначить лечение, но и донести до владельца, чем болеет его питомец и как нужно это правильно скорректировать. И вот успех лечения, он не только от врача зависит, но и того, как владелец понял и что он дома дальше делает. Ольга единственный в крае ветеринарный врач-диетолог. А еще она может стать мисс ветеринарии. Каждый год на сайте ветеринарии и жизнь проходит конкурс, в котором принимают участие врачи со всей России. Сейчас у Ольги хорошие шансы на победу. Она собрала больше 8 тысяч голосов, но пока этого мало, чтобы жительница Барнаула получила заветный титул. Проголосовать за Ольгу Косинова можно на этом сайте до 1 декабря включительно. А у вашего питомца блестит шерсть, как у чучи. Это чье пузо? Это кто тут. Кстати, общение с четвероногими для Ольги не заканчивается в 6 часов вечера вместе с рабочим днем, потому что каждый день дома ее ждут три кошки и собака, которых девушка когда-то подобрала на улице. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.